всем привет дорогие друзья вы на канале айти доктор сегодня я расскажу вам как узнать значение элементов формы в нашей выборке то есть возникает такая ситуация практически постоянно когда мы работаем с формой извлечь значение которое введено вот например вот здесь то есть мы вводим какой-то текст и нужно получить его значение с помощью метода текст здесь это не сработает потому что эта форма и работает она немного по-другому есть специальный метод well и он получает у нас значение то есть в и вот здесь вот в коде у нас у многих элементов есть это значение в или как вы знаете и какое бы оно у нас не было например вот как здесь у тегов option это время можно получить с помощью метода well и смотрите что мы сейчас сделаем я здесь добавил еще пока что два селекта разных и текстарю сейчас мы сделаем следующее мы по нажатию на вот эту вот кнопку будем выводить значение которое у нас содержится вот здесь в текстарии выведем это во всплывающее окно alert и таким вот образом научимся эти данные извлекать смотрите что нам требуется написать для начала мы выбираем submit нашу кнопочку и обрабатываем клик по ней после этого нам необходимо в переменную например в или записать значение которое у нас в текстаре то есть мы выбираем сначала текстарю так как она у нас всего одна на странице мы вот так вот легко ее выбираем по названию тега и пишем метод well с двумя круглыми скобками все мы получили значение которое было внутри этой текстаре теперь можно в alert это вывести и посмотреть действительно ли это так давайте убедимся переходим на страницу обновляем ее вводим здесь какой-то любой текст после этого нажимаем вот эту вот кнопочку submit она у нас единственная типа submit и у нас вот появляется всплывающее окно в нем весь этот текст который мы только что ввели в текстарию отображается то есть это значение мы получили и мы можем его записывать в переменную в дальнейшем с ним работать проверять какие-то различные условия и все что нам может потребоваться и это работает не только на текстарию она любые input и селекты и все прочие элементы формы также это работает и для инпутов сейчас для вот этих вот двух инпутов текстового типа я задал класс текст 1 и текст 2 и например input с классом текст 1 я хочу получить его значение сохраняем вводим здесь какой-то новый текст и нажимаем отправить вот у нас появляется этот текст во всплывающем окне то есть мы можем выбирать и значение вот этих вот обычных инпутов теперь рассмотрим как можно выбрать значение выбранные в селекте указываем здесь через фильтр selected который мы изучили ранее то есть все выбранные поля в теги select это у нас будут и получаем их значение то есть она у нас может быть одно но так как у нас здесь два этих селекта давайте по айди выберем именно вот этот первый у нас select поэтому мы пишем здесь через решетку и проверяем сейчас как у нас работает вот мы получаем 2 это у нас в эльве из вот этого поля вот отсюда то есть мы потом можем с помощью условий if отслеживать если получили единичку значит первое поле то делать какое-то определенное действие если двойку то делать другое действие и вот так вот можно обрабатывать вот таким вот образом посмотрите если мы выберем любой другой элемент например вот 3 мы получаем его значение 3 и вот так вот мы можем работать с выбранными элементами в теге select также для чекбоксов мы можем выбрать все чекбоксы и посмотрите как с ними работать выбираем через двое точие чекбоксы все на сайте после этого мы не можем получить их значение мы должны сделать цикл each и уже здесь внутри функции мы пишем следующий код нам необходимо например в переменную в элье записать значение текущего чекбокса то есть здесь метод в л и двое точие вот таким вот образом мы получаем значение текущего чекбокса и давайте его выведем с помощью alert мы его просто-напросто вот здесь в цикле выводим после этого нам здесь необходимо для этих чекбоксов какое-то значение прописать если мы его не пропишем то смотрите что у нас произойдет у нас просто что-то непонятное здесь выводится а если мы вот здесь в элье им какое-то пропишем для того чтобы их в дальнейшем отслеживать вот так вот я сейчас прописал c h key 1 2 3 и смотрите что теперь у нас происходит мы независимо какие элементы у нас сейчас выбраны просто отправляем и у нас все чекбоксы по порядку в цикле выводится их значение в элье также мы можем например здесь поменять немного код показать чекбоксы и через двое точие указать выбранные то есть checked выбранные чекбоксы и смотрите теперь что мы получим мы получаем первый второй у нас не выбран он пропускается и третий также выбран поэтому мы его значение в цикле получили и вот так вот в цикле можно все эти значения прогнать записать например в массив и также в дальнейшем через условия все это проверять и работать так как нам потребуется вот такие вот методы получения значения различных элементов формы я показал также вам несколько возможных применений для разных тегов таких как текстария обычные инпуты чекбоксы также это применяется и к радиокнопкам аналогично с чекбоксами и для тегов селик также я показал вам как можно получать их значение вот этих вот выбранных полей я надеюсь данное видео было вам полезно и вы найдете этому применение также не забывайте подписываться на канал чтобы поддержать его развитие оценивайте видео делитесь с друзьями комментируйте задавайте вопросы и до скорых встреч в следующих видео